Из рассматривания стиля обучения мы с вами уже поговорили об учениках с развитым воображением, об аналитически развитых учениках и учениках со здравым смыслом. Последний стиль, который мы с вами рассмотрим, это динамически развитые ученики. Динамически развитые ученики это те, которые живут в мире идей. Одной из самых больших характеристиках является наличие большого количества идей и способность менять их в зависимости от обстоятельств. Каждому коллективу нужно один динамически развитый ученик. В проведении мозговых штурмов он может оказать совершенно неоценимую услугу. В то время как аналитик и ученик со здравым смыслом могут предлагать один или два проекта, динамически развитый ученик может предложить 20 или 40 идей, которые могут быть воплощены. Это не значит, что все они должны доведены быть до конца. Но из большого спектра идей есть возможность выбрать наиболее оригинальные, наиболее необычные и те, которые действительно могут оказаться продуктивными. При этом надо сказать, что количество идей это то, почему человек оценивает свою работу. То есть для динамически развитого ученика неважно воплотится его идея или нет. К тому времени, когда начнется воплощение, он придумает еще снова 40 идей, которые можно будет предложить на совете. Это люди, которые естественным образом лидируют. Они ведут за собой, они показывают какие-то новые горизонты, они все время нацелены в будущее. У них есть свои мнения, они готовы их отстаивать. Динамически развитые ученики отличаются тем, что они такие борцы. Они готовы идти за дело в одиночку и рисковать своим положением, своим именем, своей репутацией. Для них не проблема продвинуть новый какой-то проект, выдвинуть его, даже если он впоследствии не будет реализован. Для служения эти люди могут оказаться совершенно замечательными лидерами, которые идут в те места к тем людям, которым все остальные опасаются, извешивая рациональные аргументы, говоря, что не стоит это делать. Поэтому в церквях динамически развитые люди — это потенциальные замечательные лидеры, которые могут провести развитие христианства на совершенно другой уровень. Динамически развитый ученик — это тот, который хочет сделать что-то, отличающийся от обычного. У него желание есть реализовать то, что никогда не было сделано, открыть новые территории или открыть новые проекты, которые никогда раньше никто не мог сделать. Как это воплощается во время обучения? Часто динамически развитые ученики вызывают раздражение учителя, потому что когда на уроке учитель предлагает заняться каким-нибудь оригинальным делом, например, давайте дома вы придумаете новую сказку про колобка, динамически развитый ученик обычно поднимает руку и говорит, ваше предложение придумать сказку про колобка очень хорошо, но давайте лучше сделаем хор и выступим вместе с тем классом на перемене. Как правило, учителя не любят таких предложений, потому что они идут в разрез с тем, что было предложено имя. Но вместе с тем, если внимательно отнестись к тем предложениям, которые выдвигаются, в них тоже можно найти массу полезного и развить эту идею до какого-то плодотворного конца. У динамически развитых учеников очень развита любознательность. Им интересны те вещи, которые не были воплощены. Им интересно новое. Они с удовольствием стремятся к тем вещам, которые еще не изведаны и не познаны человеком. Как правило, эти качества в сочетании сильной воли и с определенным обаянием часто выдвигают динамически развитых людей на позицию руководства. Как руководители, они всегда обладают определенным видением. Они хотят вести организацию к новым горизонтам. Они хорошо взаимодействуют с людьми и готовы подвязывать их для исполнения своих новых идей. Что же касается слабых сторон? У динамически развитых учеников, как и у всех других, слабые стороны это продолжение сильных сторон. Так как они чрезвычайно гибки по отношению к идеям, то часто это вызывает раздражение среди тех людей, которые нацелены на правильное, единственно правильное решение. Кого я имею в виду? Аналитики и ученики со здравым смыслом. Аналитики всегда пытаются реализовать самый правильный проект, самый совершенный. Поэтому, когда они слышат масса идей, которые могут быть воплощены, для них это является деструктивным. Ученики со здравым смыслом тоже всегда стремятся к реализации идеи и к воплощению ее в практике. Когда они начинают подсчитывать, сколько будет стоить реализация 40 идей на практике, безусловно, они не могут согласиться с таким предложением. Динамически развитые ученики, как я уже сказала, часто направлены в будущее. Они живут планами, идеями и решениями. Это вызывает определенное отношение и уважение со стороны всех других людей. Поэтому динамически развитые ученики имеют тенденцию быть эгоистичными. В конце концов, это именно у них получается видеть много возможностей. Это именно за ними следуют люди. Поэтому эта тенденция ориентироваться только на себя может негативно сказываться в их работе и в их служении, когда они работают с другими людьми. Еще одной слабой стороной динамически развитых учеников является их склонность к манипулированию. Люди естественным образом тянутся за ними и естественным образом увлекаются теми идеями, проектами, которые предлагаются. И у них возникает возможность контролировать и предлагать решения для своих задач. В этом нужно быть аккуратным, динамически развитым ученикам и помнить о том, что жизнь других людей может оцениваться совсем по другим критериям, а не только по количеству идей, которые способны выдать в единицу времени. Динамически развитые ученики также имеют тенденцию быть восторженными и недисциплинированными. Они увлекаются новыми идеями, они приходят к новым открытиям и редко доводят до конца то, что ими предложено. В этом плане дисциплина, которые требуются в обучении и в освоении информации, может казаться тяжким бременем для них. Здесь нужна мудрость, чтобы сочетать свои сильные стороны с теми требованиями, которые все-таки существуют в образовательных программах. Итак, давайте посмотрим, какие обобщенные характеристики имеет динамически развитый ученик. Прежде всего, он лидирует, экспериментирует с отношениями и с поведением. Он обнаруживает достаточно хорошо развитое чувство юмора. Он требует гибкости от других. Как правило, долгое время выполняет различные задания. Он нуждается в различных вариантах заданий, с которыми можно будет выбрать. Они любят классы с участием студентов. Как правило, динамически развитые ученики любознательны и умны. Они любят учителей, которые стимулируют творчество. Они ориентированы на будущее. Они хотят быть отличными от других, насколько это возможно. Они принимают решения по наитию. Они любят людей. Они умеют передавать свои мысли словами. Они любят спектакли и любое творчество, которое позволяет им развиваться лично. Они непредсказуемы и рискованы. Они ценят творческий подход. Обладают сильной интуицией. Видят неисчислимое количество путей и подходов в любой ситуации. Они работают, чтобы улучшить обстановку или изменить ситуацию. Таким образом, динамически развитые ученики потенциально могут стать хорошими лидерами. Здесь важно по отношению к тем, кто является преподавателем в классе или руководителем на работе, выделять таких молодых людей и давать им достаточно внимания, давать им достаточно дисциплины, чтобы все эти хорошие навыки были плодотворно претворены в их последующей жизни и служении.